Первая тема у нас будет. Какая? Правильно, запрет гормона роста. Гормон роста добавили в список СДВ. Вступит в постановление в силу через 180 дней. Ну все, через 180 дней продавать будет нельзя. Проблема у кого-то с сироидами, проблема у кого-то с фармой. У нас спортсмены выступают на пирожку. Одинное количество косметологов, врачей, эндокринологов. Своим пациентам рекомендовали гормон роста. Можете ли вы его купить через 180 дней? Вообще да. Живот не растет в гормонахе. Набирай больше, кали чаще. Это у меня главное правило. Так кончается быстро, я пробовал. И в общем трэш-контент на второй выпуск с Романом Солиульным. Это наша говноформа. Потом мы едем хавать шавуху. А он там под майк, это ничего себе. Да, оказывается. Слышь? Я даже похож на этого, который занимается, занятым. Ну, недолго, знаете. Ну, хотя бы на человека, у которого если бы не мент в замок, я похож. Что нехорошая? Да. Он в какой-то халате ходил. В какой-то халате. Нет, в этой халате неожиданно было. Блин, ну почему когда машина помылась, снег пошел опять? Ну, еп. Передавали. Машина в томой она стоит. Косята. Супачки. Машина. Все? Или вот так вот? Как? Ну, высота. Хорошо видно еще. Что все, блядь? Что там все может быть видно? А что не прошло, то все не прошло. Я, конечно, не такой сексуальный дружок, как Руслан. А? Не такой сексуальный дружок. Я пирожатик. По холоду, слушайте. Майка-то у меня была две нитки, да? А эта? А прохладно? А прохладненько. Ребята, вот он, там есть свет выше. Тут и стоял, тут и стоял. Что ты думаешь? Два года не качаться тебе надо, что форма ушла. Да. Да уж. Ой, да все сгибали, доказывается. Ой. Что там еще камера? Вот он никогда не говорит, типа, встань, там, броднее, покажи. Показывай, что мы подогнали позу. Ой, каша. Не-не, сейчас этот черт встает вперед. А потом как говно выглядишь. Сейчас ты ровно стоишь. Вот это. Видел, кстати? У Дениса Гусева такой интересный. Он сравнивал, типа, что у мэн с физиков гораздо лучше пропорции. И, показывай, у мэн с физиков, который в такой позе стоял, степеней. Вот так. И бодибилдеру. Две разные позы сравниваем. Причем такое ощущение, что стоп-кадры из видео. Очень интересно было. Прям вот с гарантией, да. Если мы поставим вот в одну, да, вот в эту стандартную, да, либо спереди, либо сзади позу, подавляющая большинство спортсменов категории Мэн Сизик в соотношении спина и талия не выиграют у культуристов. Есть же отдельный вид культуристов, у которых плечи, талия и бедра это одна линия такая, генетика в холодильнике, но их не так много. Вот. Олег все забыл принцип сбоку показать. Денис опять пытается сказать, какие мэн физики хорошие. Мэн физики нормальные, категория хорошая. И спортсмены там очень сильные. Но каждому из них до бодибилдинга срать, срать и не досрать. В общем, долго и тяжело. И еще раз в целом. Ух! 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 Мы, короче, потренили и едем кушать шауху. Я не могу сказать, что я капец какой голодный, хотя завтрак был очень легкий у меня, 5-6 яичек. А я капец какой голодный, потому что у меня вообще не было времени, у меня еще была встреча. Вот сейчас мне стало полегче, просто меня уже от голода даже подташнивало в конце тренировки. Я просто протеинчика сейчас выпил с лецитином в перемешку, вот, и мне сейчас норм. Но шауху я прям хочу, я шауху не ел, не ел. Вот, а я хотел шаухи, поэтому я надеюсь, что, короче, паха в лавашмен не подведет. Смотри у меня. С окончания тренировки прошло много времени, я не буду врать сколько точно, я не знаю. Мы приехали с Лехой за 13 минут, а Рома не умеет пользоваться навигатором. Вместо того, чтобы поставить геометку, ты сядешь туда, а Леха сядешь туда. Вместо того, чтобы поставить геометку, которую я ему отправил заботливо, он поставил геометку домой. Я сразу сама поставил, он уехал домой, и мы тут сидим, час его ждем, а я не то что голодный. У меня уже было ощущение тошноты после тренировки, ну, от голода. Оно прошло, и оно пришло опять уже заново, мне реально хреново. Я возьму две шавухи, кстати, мы находимся в сети шавух в лаваше моего друга Пашки. В общем, попробую на самом деле, а я не был ни разу. Прикиньте, в шаверме вот такое меню, вот такого размера. Тут их столько видов. В принципе, когда Рома опаздывал, в принципе, первые минут 10 я думал, нормас, вообще, я пока меню хотя бы изучу. Потом я понял, что я его изучил. Ты тоже, видимо, голодный, да, ты голодный? Я позавтракал в 7 утра. В 7 утра, да, я тоже позавтракал в 7 утра, двумя хашками и протеином. Думал, мы же потом шавух пойдем есть, чтобы я был голодный. Вообще, не то что голодный, я голодный, как зверь. Причем зверь такой не хомяк, типа, а зверь, типа, там, медведь. Ну, кстати, успел я сейчас менять батарейку в ключах от машины, потому что Лёха взял ключи и разредил каким-то образом. Вот, что еще? А еще сидим, в окошко смотрим на всю мою красоту. А там, когда люди им проходят... Ладно, люди, детки. Детки фоткают мою машину. Моя машина нравится детям. Дети самые искренние, на самом деле. Значит, правда, прикольно получилось. Может, будете смеяться, но... Я же, естественно, с ребенком не согласовывал, когда будет машина. Я спросил у дочки, Ряш, а какую машину ты хотела, чтобы папа была? Я не знаю, как она знала, как она придумала и догадалась. Ряна сказала, пап, чтобы половина была красная, а половина золотая. Прикиньте, это вообще для меня был шок. И она когда увидела, она очень обрадовалась, ей прям очень понравилось. Вот. Ну, собственно, тут есть очень мини-шавермы есть. Я хочу попробовать две. Поэтому у меня будет одна фирменная, одна будет с криверками. Вот. Я хочу что-нибудь топить еще. Вот. Я придумываю, что. Ну, кола без сахара точно. Салат и картошку еще я фри хочу, кажется. Хочу пожрать вкусняшки какой-то. Сейчас пойду закажу, нам это принесут. Думаю, пока будут готовить, мы еще поведаем. На самом деле, кстати, еще большими буквами написано, что без майонеза. Потому что практически ПП едат, правильно? А вот две большие берет. А ты типа что, мужик, две большие берешь? Да. По 400 грамм. Что, тоже что ли большие взять? Я думал, что большие можно брать? Ну, я не знаю. Ну, фирменную. Ну, ладно, я возьму тоже две большие. Ну, мне все нравятся. Я не знаю, какую выбрать. У меня проблемы. Ведь, походу, я потом еще пару раз, пока в межсезонье можно заехать. Можно с собой еще взять. С собой еще взять? В машине там пожрать? Да. Хорошая идея, кстати. А у вас можно добавить еще два база? Я пиздец, там круголей дал таких. Вообще пиздец. Мне кажется, дальше будет много будет? Ну, в общем, я первый раз сам за рулем ехал на такое достаточно большое расстояние. Ну, я не говорю про залы, а вообще из дома. И, в общем, такой сегодня первый блин комом. Повороты пропускаю, съезды пропускаю. Блядь, все объезжаю, переобъезжаю. Ну, в общем, классическая история чайников. Вот. По навигатору, на самом деле, не так легко ориентироваться, как кажется, когда ты сидишь пассажиром, а не за рулем. Вот. Поэтому я ехал сюда, ну, час, наверное, где-то. Минут пятьдесят. А по навигатору было одиннадцать минут. Вот. У меня почему-то навигатор, я его закрыл, и у меня открылась, короче, в общем, точка домой. И, в общем, я и поехал. Я понимаю, что я уже на Каде и еду не туда, куда. И, соответственно, еще один съезд пропустил. И, короче, в общем, я уехал километров, наверное, на шестнадцать, на семнадцать от места, вот, куда я должен был приехать. Я молодец. Я молодец. Но я приехал. И в итоге нашел. Простите, пожалуйста. Беседа Витяевская интересная. Давно не виделись, да, в телефонах, в Инстаграме, да? Ну, я так, в сториз выкладывал, надо, я хоть работаю. А я... А ты ни хрена не выкладываешь в последнее время. Ребята, еще раз напоминаю, что нужно в директу Роме написать что-нибудь. Типа, Рома, давай уже очнись. Я прям считаю, что ты, вот, что я думаю, Ромке нужно делать обзоры на турниры, прошедшие, проходящие. Потому что он круто разбирается, реально знает спортсменов. Он крутой специалист. Он вполне грамотно может оценить остановку мест, да, именно относительно формы. Не политики, не кукушки с тех общей судьей, а вот по-реальному. Обзоры на какие-нибудь продукты, питание даже. Ну, это интересно. У него здорово получается, вот при этом кушать. Поэтому в это ему намекните, а потом поддержите снятый материал на ютубчике или в инсте. Ведь мы и трудимся не просто так. И поддержите, конечно, нас, приобретайте генетик. Просто в любом случае, если вы покупаете не генетик, вы будете, ну, сами себе в тарелку срете. То есть качество генетика и брендов, которые выпускаются у нас на заводе. А есть такие люди, кто приходят к нам, делают у нас свой СТМ, свои торговые марки на лучшем предприятии с лучшей частотой, с лучшими условиями производства, с лучших компонентов, где сто процентов заявленные на упаковке соответствуют тому, что находится внутри продукта. Поэтому в противном случае лучше ничего не покупать. Либо покупать генетик, либо продукцию наших клиентов. Может быть, это смело или громко. Но это, по крайней мере, честно. Несколько людей, кто были в гостях у меня, например, за последнюю неделю, а это крупные бизнесмены. Они все после того, как побывали. Это уровень, это круто. А это истина так. Поэтому уважайте себя. И уж если вы тратите деньги на что-либо, вкладывайте их в себя, то делайте это максимально. Вы же, выбирая институт, выбираете институт получше. Ну, если вам нужны знания, где вас будут учить, тоже катается и продуктов. То есть мы же не где-то во дворе жрем, мы приехали к моему товарищу, которому я доверяю. А это все наши, да? Две классические? Нет, это однокласснические. А это твое только? Да, сейчас вот там ваше. Ну ладно, ничего, я подожду. Ее подожду? Я его подождал сейчас. Кстати, Паша, все-таки, мне кажется, скорость приготовления должна быть чуть оперативной. Ну, вот, мое такое мнение. Я, конечно, не засекал, но минут 7-8. 7-8, говорит Ром. Ну, просто я такой голодный, что прям аж не дождаться. Чек, а это не мой чек. Сейчас время 15-45. Я даже не знаю, здесь смотрите. 15-45, а тут 15-35. Здесь 10 минут. Ну, понимаете, 10 минут, конечно, недолго. Две голодные, хочется быстрее. Рома разжует. О, кстати, Ромыч сказал, что шаверму сравнивать и отсеивать можно только по классической. Это специалист. Шаверма контроль. Рома и Рустама. Прям задумался. Очень тонкий лаваш. Это плюс. Вот. Не как одеяло, блядь, ты ешь его, кусаешь. Во-первых, соус сразу. Ну, когда шаверму покупаешь и кушаешь ее сразу, это прям хорошо. Соус никуда не стихает ей. Сразу курица, сразу салат, сразу вся начинка. И даже в лайфу. Да, она очень сочная. И она, скажем так, ну, единственное, минус тонкого лаваша, что она ломается. Вот. И соус у нее максимально приятный. Нету такого-то кисленького послевкусия. Вот. Ну, такая... Я ел и повкуснее, честно и откровенно, но эта шавуха прям очень приятная. Вот. Ну, 4 из 5 я бы поставил. Я холодный. У меня автоматом любая еда сейчас пытается идти. Я просто с ума схожу от голода. Вот. Да. Я мало поел сегодня. Я не поставил, потому что вот она в трех местах уже сломалась. Да. То есть, а если лаваша добавить больше, чтобы она не ломалась, то уже будет как одеяло, блядь. Как поймать баланс? Как поймать баланс? Крепости. Она большая, на самом деле. Она просто огромная. Она веса. 400 грамм. Она длинненькая. Длинненькая, но не большая. Да, потому что она узенькая, рулончик узенький у нее такая. Она сразу в рот нормально залазит. И нет вот этого, как у плоских шаверн, которые, ну такие обычные классические формы у нее, что вот здесь вот с этой стороны у нее салат, а снизу у нее курица, блин. И ты с одной стороны, чтобы укусить, ты кусаешь салат, а с другой стороны кусаешь курицу. Вот здесь начинка сразу вся вместе соусом. Тут еще пацан, который готовит, это видимо, ну у него же есть ТЗ-шка, он прям специально, лопаткой специально перемешивал, ну прям готовит. Прям не на скорую руку, реально. Он там перемешал все. Этот все согласен, я тоже не люблю, когда в одном углу салата в другом конце типа соус, а в третьем конце курица такой по кругу ее обкусываешь, чтобы получилось нормально во рту, перемешалось. Да, поэтому она прям очень удобная. Огонь. Я так хочу есть. Я вижу мою картошку, мне картошку сделали уже. Ну я так же картошечки взял. Там маленькая баночка, на самом деле, если что, ребят, не подумайте. Небольшая. Я ему завидую. Обратите внимание, что он меня не стал ждать. Я только что сейчас понял, что Ромка не стал меня ждать нифига. Я сказал, ну чтобы сразу свое мнение высказать. Вот, а потом Санчик советует. У него еще одна. Да, у него еще одна есть, у меня тоже где-то. Кстати, вот по вкусняшкам после соли вчера я такого вообще поел. Кстати, я пытался об этом подумать. Я мороженое делал. Ну и опять же, не очень много, но ел хотя бы мороженое пару раз. Потом я ел пельмени варил дома. Вкусные. С чесночком. С майонезом, кстати. Такие большие, вкусные. Я ел. Ни одного снигерца не купил. Прикиньте, даже снигерц не съел. Ну и вчера съел. Человек, говорит, сожрал. Чего еще вкусного такого применил? А, ну первый день, когда я прилетел, обещал дочке. Мы поехали в центр, в ресторан. Там я съел соус. Типа такой, как он называется. Ну там знаете, с копчеными ребрышками такой. Ну вкусный, короче. С соляника. Рассойник. Рассойник. Мы картошечку фри и доем ее десятку. Все. Морзочка еще плюс. Мне очень важно. Шавуха. Курица не передержанная, не передержанная. Она очень мягкая и нет вот такой неприятной жесткости, сухости от курицы, которая вот она передержана на вертеле. То есть шавуха максимально сбалансированная. Ну реально прям максимально клевая, ровненькая, все. В плане вкуса отличная. И нет никаких неприятных вот этих вот послевкусий. Когда вот бывает шавуху берешь классическую, и ее какая-то кислинка. Именно в классической шаве. Кислинка есть именно в соусе. Мне это прям очень нравится. А так вот прям по балансу она очень классная. Много там зелени и всяких овощей и всего остального. Прям огонь. Чисто с точки зрения вот то, что лаваш ломается, это конечно неудобно. Но она упакована в пергамент. Причем фирменный пергамент. Наконец-то. И внизу еще она положена в целлофановый пакетик. Это для того, чтобы если соус все-таки потечет, чтобы когда вы едете за рулем, это все не по вашим ляшкам растекалось. А в этот пакетик. И вот так. У меня. У меня пока еще ничего не сломалось, кстати. Потому что Рома, наверное, уже жмятал сильно. Вот у него и сломалось. У меня здесь картофан, смотрите, с таким жирным сырным соусом. Да. Да. Привет, холестерин уехал. У меня не как у него. У меня еще морковку, пока есть. У меня вот еще что-то есть. И она чуть-чуть остренькая. Плесмон голодный. Но если быть честно и откровенными, с картошкой в шалуку мне нравится больше. Вот с нормальной, опять же, картошкой. А не то, что там бывает. Покупаешь, вот всякие ворска. Прямо глаз с картошечкой обойт. Все то же самое, просто добавлены картошечкой. И она прямо обойт. Вот, Ислан, комментариев не ждите сейчас. Сейчас он доест. И скажет, как ему. Он кушает очень быстро. Вот. Вообще, всегда. Да нет. Да. Очень быстро кушает. Но я быстрее. Вот он реально сжирает. Просто надоедно все. И Леха тоже. Леха, я стипец. Одной рукой не получилось. Леха, твоя готова. Короче, ребята, сложно остановиться. Во-первых, вкусно. Во-вторых, галлонный. У меня остренькое. Короче, у меня прям зашибись. Мне нравится. Реально удобно в рот лазить. Реально круто внутри все. Как Рома стал все смешанно, что во рту получается правильный пищевой комок вкусный. Вкусный соус. Я прям доволен. Пакетик грамотно, да. Потому что вся вон там тоже, даже стекло. Но в пакетике. Пакетик понравился. Поэтому надо есть. А следующее у меня вообще называют Стехаска. Она с говядиной. Я еще в нее заказал колбасу засунуть какую-то. Я был голоден. Вообще, самое плохое, заказываешь, либо голодным. Потом там еще все, кто заказал, съесть. Ну, просто жалко оставлять. Вот. Вкусно. Поэтому самое приятное, с Русланом по магазинам ходить, когда он на сушке. Блядь, там в корзине столько оказывается. Просто капец. Ну, интересненько же, купить, попробовать. Кстати, я был очень голодный. Но вторая у меня вошла пока только на половину. Вот. Ромыч заточил две просто схода. Вот эту вот варяку врезала, смотрите. Вот так. И все. Примерно. Примерно так и было, на самом деле. Я прям с усилием двигаю. Я, в принципе, первый наелся, если честно. Я тут сказал, да, ищу картошки. Хоп. Эту мне называется техасская. Я в нее еще сосиску в пальцы засунулся. Ну, я подумал, мясо будет побольше. Я не знал, что там будет так. Он любит тюнить. Не только на тачках. Тюнь по-моему тоже. Все тюнин. Мартер тюнин, да. Если по тачке интересно, вы скажите, мы ее отдельно снимем. Покажем. Тюнь что интересно, блядь. В смысле? В смысле, если интересно. Ты снимай и выкладывай. А кому интересно, кому не интересно, они уже на ютубе сами разберутся. Да, ребят? Кому интересно, посмотрят. Кому не интересно, тоже посмотрят. Хуй соснут в комментариях. И сами. И нас. И все. И пойдут довольны. В общем, и тем, и тем сделаем прием. О, да, это точно. Я же выкладывал в Instagram-видео. Типа, ну как, ну сделал, многие спрашивали, покажи, покажи. Выложил. Комментаторы, типа, золото, цыганчина. Блин. Я вот не знаю, кому-то нравится там синий цвет. Кому-то нравится черный. Ну, мне реально нравится золотой. Он приятный. Он такой желтенький, солнечный. И красный мне нравится. Это у меня красный с золотым. Или типа розовый женский. Не знаю, у меня розовый цвет, когда он такой. Не яркий, нравится. Он успокаивает. С точки зрения цветовой психологии, розовый тоже. Очень хороший, приятный цвет для человека. Вообще считается. Только в России какие-то странные вещи. Например, наверное, для вас, ну для кого-то, кто там всю ерунду пишет, радуга – это знак педик. Вот для меня радуга – это радуга. Это когда в небе. Это в небе после дождя, когда солнышко. А когда вы латентный педик, для вас радуга – символ глидеев. Золотая машина, цыганчина. Розовый женский цвет. Если вы к чему-то из этого так относитесь, то вы гей. Соответственно, давайте, терпишите про цыганчину. Распишитесь своей неполноценностью. Это ваш выбор. Это ваш выбор быть пидорасом. Ваш выбор. Нормально. Давайте я тоже выскажусь по поводу машины. Пусть в комментариях пишут, вот это ты лизнул Русланов. Да, я всегда так делаю. Я прям кайфую от этого всего. Да, и мне приятненько. На самом деле, цвет машины – это можно сравнить с ароматом духа. Я не знаю, совсем это вкусовщина. Понимаете? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вживую она смотрится вообще просто обумительно. Мне на самом деле очень нравятся тоже яркие цвета. У меня она, допустим, в спортивной одежде. Тоже там очень много ярких кроссовок есть и так далее. И мне прям вот такой дизайн прям зашел. Прям огонь. Во-первых, сам проект очень сложный. Это не просто тупо матовой пленкой обтянуть машину и ездить, грубо говоря. Сам проект очень сложный. Ребята, которые за него взялись и обклеили там. Не знаю, но они очень быстро машину его обклеили. Вот. Проект очень крутой. Ребята огромные молодцы. Аврора Детейлинг, да? Аврора Детейлинг. Я на них тоже подписался. И, в общем, свою машинку, когда там на перспективу, буду в простой серовый маток закатывать. Потому что 450 косарей. Вот на это все удовольствие. Ну, там плюс еще шумка. Это клиентская цена, да? Ну, у меня, например, нету. Пока. Не заработал еще. Глава, ты это купил, а на пленку не осталось. Остальное жене отдал. А завтра пойдет. А, он тюнинг жены делает. Тюнинг жены у него еще. Не забываю, да. Мерседес сначала жене купил, только потом себе купил. Поэтому сначала все жене. Вот. И смотрится вживую прям очень крутой. Тем более, Руслан свое детище, да, компанию Genetic Club. Он просто ее, ну, обожает. То есть человек, который создал бренд, и который до сих пор на плаву, на слуху, самый известный, самый качественный в России. И тачка просто олицетворяет успех этой компании. Вот. Относиться к этому нужно как просто нравится, либо не нравится. Если вам не нравится, ну, просто вам не понравился этот кусочек. Мне очень зашел проект, мне Руслан скинул видео еще до того, как его запилили в Инстаграм. Я посмотрел круто, очень смело, потому что Руслан, я так понимаю, этот проект не знал, что они заметили. Да. Я не знал до конца. Я сказал своей хотелке и скинул им один бренд из интернета. Увидел в интернете картинку машин. Будете смеяться, оказалось, что это тоже они его делали. Кстати, я могу лучше найти, отправлю Лехе. Он вставит вообще, так скажем, условно, чем я вдохновлялся. И показал ребятам, вот хочу типа такого, но то, что типа, Руслан, вот такой будет проект, мы его сделаем, этого не было. Мне сказали, у тебя будет спеццена, не как у всех. Но мы хотим посмотреть на твое лицо, когда мы закончим. Я такой прикинул. Интересно, какая-то была. Да, если вы посмотрите, то даже герои на бортах машины, это герои, взятые из моего Инстаграма. Один чувак, это на правом борту. Это из стикер-пака в Телеграме нашего генетика. А второй, это мне на один из моих дней рождения подписчик нарисовал арт и прислал. Они взяли из Инсты, художник Аврора все это перерисовал, ну тут поверху, в 3D. Они не сильно разбираются. Почему-то отрисовали заново, то же самое, максимально похожее. Вот, и все это они типа скомпоновали. Супер быстро, да, видимо, потому что я скинул пример проект, который мне нравился. Он, кстати, был посвящен Марвелу. Там тоже два цвета, там тоже посередине герой. Ну, сейчас увидите, Леха покажет. Там был проект на Opel какой-то, какой-то маленький Opel. Вот. Ну, я увидел, мне прям схода, прям понравилось. Прям хуже. Ну, все равно очень сложно оценить вот реальную работу ребят, когда вы смотрите по фотографиям и по видео. Когда сегодня Русланчик вживую подъезжал к залу и ее увидел первый раз вживую, блядь, она прям такая, как молния. Круп. Мне очень понравилось. Это все, что я хотел сказать по поводу этого всего. Ну, мне тоже очень понравилось. Тоже все, что я хотел сказать по шелухе. Я такой был голубой. Я так и от души поел. Прям круто. Естественно, из интересного, большой список разных видов. Ну, просто именно интересного. То есть и хумус, и вегетарианское, и с моцареллой и так далее. Но я-то две не осилил. Поэтому, к сожалению, пацаны, по остальным вкусам разбирайтесь сами. По городу навигатор нашел схода 22 точки. Я не знаю, сколько, ребят, вы не знаете, сколько всего Пикер? Вот. Их 40. То есть еще 18 нужно вбить в Яндекс.Навигатор каким-то образом, чтобы появились. А не все по ассортименту одинаковые? Все точки по ассортименту одинаковые. Он, наверное, франшизу продает. Да. Другие города тоже, да, получается? Да. Франшизу, да, еще есть в Лаваше? В России. И она по России идет, да? Вот франшиза. А, это франшизная точка. Вот. Ну, и да, это точка. А, может, он и находит, на самом деле, на карте, типа. Нет, это он нашел сразу. Это ближайший к залу точка. Я просто нашел на навигаторе, куда меньше всего по времени ехать. Туда мы и поехали. Хотя Паха не знает, что мы сюда приехали, поэтому... Возможно, чтобы мы его предупредили, конечно, бы он нам бы и шамуху закрутили за минуту. Уже была бы готова, знаете, все себе видов такие только нагреть. Но, по факту, все получилось вкусно. Ну, единственное, что нас выдало, возможно, человек с камеры. Так бы вообще-таки, мы все-таки случайно зашли. Паха, молодец. Вкусно. Огонь. Мы довольны. Очень важно, кстати, когда человек, который занимается, ну, не скажу, общепитом, да, ну, общепитом. Общепитом, да. Общепитом, да. И свое детище начинает открывать франшизы и доверяет людям, да, качество своего бренда на другого, так скажем, собственника. Потому что, ну, вы покупаете, да, и за все это отвечаете. Я понимаю, что там технологические карты и так далее все есть. Вот это вот все моменты. Но франшизники, так скажем, рано или поздно тоже некоторые куруются и качество продукта очень падает. Тут точка, я так понимаю, недавно совсем открылась. Как район. Как район, да. Но вообще огонь. Прям очень приятный. И все ремонтиры. Ремонтик, как в ресторане. Ну, приятный. Ты заходишь, то есть, как бы, ну, прям хорошо. И, кстати, немало зависит момент вкусная и невкусная шаурма, получается, от того, кто ее делает, от шаурмиста непосредственно. Здесь человек обученный, с правильными руками, с правильного места и делает очень вкусную шаурму. За что ему отдельный диск. Вот. В общем-то, мы все. Вот, мне пора домой. Девчонка. Архан, ну, работать, работать и еще раз работать, блядь. Он еще всех денег в этом мире не заработал, блядь. Ну, ладно, не в мире, хотя бы в стране еще всех денег не заработал. Я вообще, вот столько, короче, мне реально на работу, ребят, надо. Ну, прям, шутки, шутки, мне реально, ну, прям, блядь, я устал. Мне реально нужно на работу. Кстати, Лёха, одну шаурму еще тоже взял, в зал. Мы ее заказали. Лёха, грустно. Шаурма курьер. Ее, как раз, приготовились. Еще горяченькой довезем сейчас ее в фицепс. Ну, так вот. А лох тебе себе перепадет.